23 раза, естественно, мы будем тут тыкаться. Что-то далеко я ушёл. Можно по названию туда? Угу. Так, будем коммунистически рейдить. Я боюсь, что на данный момент нет. Да, что-то какая-то проблема у нас сегодня с геймрейнджером. Не могу понять, в чём проблема. Почему-то никто не может ко мне присоединиться. Возможно, мы сегодня опять не поиграем. Очень странно. Вот я нажимаю запустить игру. У нас обоих зелёные значки. Так, вот чувак присоединился. Я нажимаю послать карту. Всё отлично. Пробуем. Запустил игру, нажимаю Alt-Tab, переключаясь, возвращаясь в Stronghold, и он начинает с фрагментами мелькать геймрейнджеры. Попробуй свернуть просто все окна, кроме Stronghold. По идее, должно помочь. Так, 10 минут отсрочка. Скорость 55. Всё, поехали. Итого, ребят, здесь мы сегодня тестируем карту. Турнирную, которая будет в ближайшее время. Для тех, кто не знает, у нас объявляется турнир. Вот. Соответственно, сегодня мы тестируем баланс этой карты. Возможно, что-то поправим. Продолжение следует... 7, 8, 9, 10. Сейчас я быстренько объясню, в чём суть. На этой карте ограниченное количество построек, как вы видите, да, здесь нету некоторых этих. И ещё ограниченное количество лимитов. То есть, вот, типа, мои домики. И у нас население 114 человек. Это максимальное население, которое можно сделать в игре на данный момент. Играя в Stronghold 3. Играя в Stronghold 3 месяца, можешь что-нибудь порекомендовать. Можешь другие части игры попробовать. Тоже неплохо. Так, чё мы можем ещё делать? Для начала давайте начнём добывать еду. Более глобально, так сказать. Итого. По производству оружия у нас заблокирована мастерская стрельника. И, наверное, мне надо снять наушники, потому что я дезориентируюсь в пространстве, так сказать. Вот так получше будет. У нас нету мастерской стрельника, то есть мы можем производить оружие только вот такое. Так, у нас уже появляются трактири. Можно поставить пивоварни. Поставить трактири. У нас маркет. Ставим маркет. Сколько нам нужно? В идеале 6 штук нам должно быть за глаза. Пока поставим 5. И, наверное, надо делать оружие. Оружие я предлагаю делать пики и броню из пехоты. У нас бабло нет. Все, ресурсы пошли. Отлично. Сейчас у нас еще пойдет популярность. Имею Стронхолл Крусейдер. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз всем. Не совсем понимаю, в чем вопрос. Что еще порекомендовать по типу Стронхолл? Понятия не имею. Если честно, для меня это тоже проблема. Камень продадим. Чтобы развиться. И нам, наверное, уже пора отстраивать замок. Что-то кривовато я ее поставил. Да и бог с ним, как бы, как говорится. Так, все. Вроде как производство сделали. Что там делает наш персонаж? Ага, понятно. Понятно. Но нам сейчас по факту надо бабки заработать. Если поставить сады яблок и поля пшенисту, можно между ними поставить трактиров, чтобы алкаши по деревне в тени не лежали, не мешали строиться. Ну, в принципе, у меня сейчас так и есть. Вот они тут гуляют. Не особо мешаются. Вот, кстати, пшено можно продавать. Очень хороший пассивный доход вместо камня. Вот, и поставим наш замок. А-ля наш замок. Такой миниатюрненький. А, я продолжу лезу. Он, кстати, лучше меня играет, между прочим. Закупил. А, ну, профи, походу. Ладно. Я понял. Я все понял. Походу, эту игру мы проигрываем. Но ничего страшного. Можно, кстати, хавчика попродавать. Да, он нам не очень нужен сейчас. Камень нужен. Камень нужен. Ну, камень, как бы такое. Так, плюс 8. Я хочу скачать бабло. Так, ну, я так понимаю, от ассасинов мы не спасемся. Есть информация. Не достаточно. Ставь нужна. Но... Поедино-досрочку, значит, 20 минут делать. Чтобы был небольшой запас. Вот, а в целом, по балансу, сейчас посмотрим, что по карте выходит. И будем фиксить этот момент. Так, кто нам нужны? Нам нужны, наверное, лучники. Можно купить камни немножко. Чтобы поставить наших лучников на башенке. Не знаю, это будет такая тестовая игра, чтобы посмотреть, что вообще из себя представляет данные. Что там на меня нападают уже, нет? Да, нет, да, нет. Ага, я понял. Так, что там по армии у тебя? Нет, плюс-минус одинаково. Я понял. Ай, сэр. Ты будешь к нам? Так, камень нужен. Камнем сейчас будем застраиваться. То есть здесь от ассасинов мы просто сделаем вот так вот. И закроемся. И здесь то же самое вот так вот. И закроемся. Дабы нас тут не перебили, так сказать. Все, отлично. Здесь разобрались. Ай, сэр. Сегодня будет первый стромход. Амммм, мэйби, мэйби. Посмотрим. Так. Он купил луки. Ну ладно. Как говорится, ваш выбор. Камни очень много копятся. Можно увеличить ребятишек. И что нам еще нужно? Мы можем закупить дерево. И продать хавчик. Чтобы продать хавчик, нужно его вот так вот сделать. Хавчик, нет, хавчик сатэн. Сатэн лучше не продавать. Так, я пока на первом месте. Это довольно хорошо. Для начала сделаем оборону, а потом пойдем в атаку. Чуть-чуть не хватает одного камешка, чтобы достроить. Ага, ага, ага. Смотрим, смотрим, смотрим. Я вас понял. Так. Это будет интересная игра. Так, нас атакует. Очевидно, нас напали где-то вот здесь. Или где-то вот здесь. Да, где-то вот здесь. Я вас понял. Ну, ладно. Блин, надо наушники снять вообще. Нафиг. Камень. Иди сюда. Дабы тут ассасины не прошли. Закроемся вот так вот. Ага, ага. Нас тут давит экономически. Ну, я понял. Я вас понял. Сейчас мы встретим вас. Ай, сэр. Вспективные силы нужны. Опять тупо булавная карта? Ну. Можем булавы запретить. Как вариант. Так, и нам нужно какую-то оборону придумать. Посмотрим. Надо несколько игр сыграть на этой карте, чтобы посмотреть баланс вообще, что происходит. Ров с нефтью не в булав. Как вариант. А куда эти-то пошли? Пока что это финальный вариант карты для турнира. Посмотрим, что у нас будет дальше. Да, у меня тут типа а-ля ломают экономику. Но мы не лыком шуты, как говорится. Так, нужен маркет. Привет всем еще раз привет. Будут чуваки играть, либо ассасины, конные лучники, либо раш булавами с конными лучниками. Ну, посмотрим. Как бы, что я могу сказать. Тут от раши не уйдешь вообще никак. Один из вариантов только, это запрещать магазин. Тут проблема в том, что нужно как-то ограничить и заставить игроков придумывать новые тактики. Так, нужно просто сейчас тестить эту карту несколько раз, и мы поймем, что с ней делать дальше. Вот, это если корка. Готовить какая-то серьезная такая атака. Че у него по войскам. Ну, плюс-минус у нас одинаково. Булава не будет, потому что не будет дерева, если тут отменить рынок. Ну, в общем, посмотрим, че я могу сказать. На то она и тестовая карта. Тестовые игры. Нет. Вот почему мы должны заканчивать эту игру. Сдаюсь. Ну, ладно, как бы. Что так? Человек сдается, хотя у него армия, ну, вполне себе. Вот, мне тоже интересно. Ай, сэр. Не могу сказать, не знаю. Не пошла экономика? Ну? Ну, ладно. Это будет такая первая тестовая карта, я хотя бы понимаю. Нет, как там, покинуть, закончить. Да, очевидно. Отлично была игра. Давайте найдем сейчас кого-нибудь. Не знаю. Как бы, как говорится, нужно протестить карту несколько раз, понять, что на ней делать, и дальше будет видно. Поэтому, пошел вон. Ищем людей дополнительных. Так, еще раз. Господа, мы тестируем турнирную карту. Для тех, кто не знает, у нас скоро будет турнир с призовым фондом аж 100 тысяч. 100 тысяч у нас призовой фонд, плюс некоторые ключики из Стима. Вот. Поехали. У нас есть еще один человечек. Мы будем тестировать на разных людях эту карту. И вообще, одну из карт можно просто посмотреть, как играют другие. Вот. Поэтому. Сейчас я найду карту. Где наш человечек? Чела-человечек. Когда будет стрим по первой части. Нам-нам-нам-нам-нам. Не знаю, может быть, сегодня. Посмотрим. Пиво много не дает. Давайте попробуем сделать отсрочку в 20 минут. Но, наверное, это долго. Лучше 10. Чтобы были какие-то действия. И чувак у нас не грузится. Очень жаль. Может, он, конечно, первый раз игру запускает за этот год. У него там она скачивается. Но что-то мне подсказывает. Где же человечек? В общем, это стандартные проблемы мультиплеера. Stronghold. Ничего не можем найти людей. Ну, короче, я понял. Надо перезагружать игру. Очевидно. Чувак так и не загрузится. Есть информация. Давайте ищем еще кого-нибудь. Только надо поменять количество игроков на 2. И ждем, ожидаем очередного игрока, который хочет сыграть с нами на турнирной карте. Ну, или просто хочет сыграть, а дальше мы уже поставим перед фактом, так сказать. Вот. В целом, есть еще какие-нибудь предложения по поводу карты как-либо пофиксить так, чтобы не было тупых тактик? Минут через 10 еще раз смогу. Это ты скачаешь карту, потренируешься? Давай, давай. Посмотрим. Так, у нас есть Влад. Влад, привет. Поехали, Влад. Так, давайте переключимся сразу. Найдем карту необходимую. Где? Нет, не она. Куда он ушел? Он же присоединился. Короче, я понял. Надо заглушку убирать, когда... В чем проблема? Сейчас я переключу сцену только после того, как определюсь, не вылетает ли чувак. Где карта? Где карта? Вот карта. Ты сюда. Ты сюда. Отсрочка давайте 20 минут. Скорость 55. Послать карту. Привет, Саня. Играя с Рохом Крусейдер, многих интересует. Да как бы тут без вариантов. Может быть, камень закинуть на гору? А зачем? Ну, типа, в чем прикол? Так, против нас играет Влад Крестоносец. Поехали. Поехали. Надо еще устные правила ввести, чтобы не занимали постройки чужих. Ну, типа, не занимали места под ресурсы чужие. Так. Камень. Ну, то есть, чтобы игра была честная? Ну, чтобы вот здесь не занимали. Хотя это можно, по идее, прямо на карте отстроить заранее. Так, это все есть. Это все есть. Давайте поставим ферму. Так, здесь мы все сделали. Хорошо. Давайте еще раз попробуем. О, это было плохо. Ну, ладно, нормально, пойдет. Так, нужно производство оружия, да? Поехали. Так, 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 так. Купить дерево. Купить пивоварин. Чуть-чуть. Купили пивоварин, покупаем вот это добро. И один трактирчик. Нет, так, 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 рано пока. Будем пока пики делать. Кто успел, тот и съел. Но это получается нечестно, потому что ты можешь застроиться. Кстати, что ты не развиваешься, брат. У тебя все ок. Не успеваешь. Если построиться, то ты сломать можешь только через несколько минут. А это, ну, не очень честно. Вот, ну, как мы, я лично вижу, то есть, лучше заранее построить эти постройки, чтобы никто не занимал. Так будет честнее. Еще говорят, то, что маленький лимит в 114 человек. Не знаю, что скажете сами по этому поводу. Мне кажется, 114 человек, в принципе, ну, адекватное количество. Да, и трактиры, кстати, тут нельзя поставить, поэтому можно поставить их куда-нибудь вот сюда. Так, все, пошел металл. Металл это хорошо. Металл мы пока продаем. Купаем на его место дерево. И можно продавать пшено. У нашего соперника, кстати, типа, есть вопросы к его развитию. Не умственному, а игровому. Как бы, как вы могли подумать, я не из этих. Так, у нас уже должен быть прирост по популярности от пивасика, туда. Все, пошел прирост. Это прекрасно. Нужно сделать немножко брони металлической. Мы под атакой. Кто посмел? Непонятно. Как турнирная карта в процессе? Приветствую. Через геймрейнджер играете? Можно ли сыграть? Играем через геймрейнджер? Играть можно? Пожалуйста, прыгайте. Никто, как говорится, не возбраняет вас. Как говорится, you are welcome. Только успевайте прыгать. Как по мне, никаких ограничений не стоит делать. Можно временем отсрочки варьировать. А карту лучше делаю близкой к простой карте. Карте от разработчиков. Проблема в том, что если не ставить такие ограничения, то получится, что будет одна и та же тактика. А это у нас, собственно, конные лучники и щиты. И, собственно, в чем прикол получается играть. Так, ну, не совсем понятно. По факту получается одна и та же тактика. И на нее не очень интересно смотреть. То есть это, получается, игра не умственная, ну, просто кто быстрее кого накликает. Вот и все. Так что я не думаю, что это очень интересно будет наблюдать со стороны. Ну, это, опять же, лично мое мнение, если оставлять карту без ограничений. Просто здесь, например, прикол этой карты в чем? Во-первых, у нее ресурсы вне зоны доступа игрока. То есть он не сможет воспользоваться багом на камень. Ну, точнее, может воспользоваться, но достаточно ограниченно. И у него металл, один из основных приростов, находится вдалеке. И все, естественно, ограничения по лимиту, это просто делается для того, чтобы не было накрутки. То есть у игроки, по факту, находятся в разных условиях. И, ну, это, мне кажется, более логично. Гранарий стопс are blowing, сая. Че, подадим кидом? Столни. Надо бы доделать замок. Хотя бы чуть-чуть, чтобы это выглядело как замок. Ну дай достроить. Итого у нас кончается отсрочка. Вы идете сюда. Дальше давайте купим луки. В целом карта неплохая. Посмотрим, ее надо отбалансировать еще. Я пока не до конца понимаю, что именно нужно добавить. Вот. Поэтому пока смотрим. Мы ждем, Ордис. Правда. Это довольно круто. Так, для начала нужно обезопаситься от ассасинов. А почему вы как медленно идете? Так. 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 Ой, чё-то резко начало лагать. Да. Немножко подлагать. Вообще, надо просто посмотреть на карту, насколько она адекватна. Два на два интереснее смотреть, но поскольку у нас турнир будет один на один, нам необходимо... ...именно смотреть... ...именно эту карту, короче, протестировать. Вот. Ладно, сейчас я быстренько займусь защитой. Чтобы на нас не напал враг резко и неожиданно. Так, чё у нас понравилось? Ага, я бы каждым давно мог качать налоги, но я не качаюсь, потому что я молодец. И не производятся пики, потому что тоже я молодец, и я об этом забыл вообще. Так, ну ладно, можем пока... Мауляй. Попробуйте так сделать. Так сказать, чисто на вскидку. Мауляй. Так, вражина идёт. Нет, никуда вражина не идёт. Да? Арктики готовы! Мауляй. 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 Так, еды много, можно продать еду. И можно, кстати, нанять коней. Отлично. Алхицаану серия. Ила ние айаатіла Ард. Мауа Ри ханук? Мауа Ри ханук? Мауа Юс. Татс кваит арун! Мауа Ри ханук? Умурна. а маху арига ну я не маху арига на нет но какой-то мой неинтересный получился вам не кажется вот такое окейся окейся так что он изи катку ну да типа того и лорд ушел куда ушел непонятно можно учиться ну и такие игры как говорится бывает можно популярность накрутить но я знаю несколько способов я их не буду озвучивать но я сам знаю несколько а и и и и и и и и и пацаны вы че делаете? Мы на нашу дорогу! А, ну, очевидно. Это была хорошая игра. Конечно нет, зато сколько у меня тут иконочек прикольный. Ладно, пробуем еще какую-нибудь карту. Ну, не карту, а игрока. В целом, надо посмотреть просто, как она играется. И дальше можем пойти просто играть в мультиплеер. Еще надо парочку игр сыграть. И можем отправляться дальше в путешествие. А пока что ожидаем, пока к нам прыгнет кто-нибудь в лобби. Причина рабы, рабочий с лестницей. Да, да, именно об этом я и говорил. Как он называется? Версия 1.3 No Rules. Но меня проще по нику найти. Как бы... Их можно... Их можно, можно. Ну, опять же, то есть, это большой влив денег. То есть, сколько они там пятак стоят. То есть, у тебя 10 юнитов будет стоить полтинник. Это 10 юнитов. Ну и так далее. А тут, как бы, вопрос в бабках очень серьезный стоит. Поэтому такой крупной накрутки не получится по...